Но воспринимают счастье таким образом, что они понимают, что счастье не даётся человеку просто от того, что он балдеет, расслабляется. Они понимают, что для счастья надо трудиться. И они выбирают два типа труда, третья категория, понимаете, два типа труда они выбирают для счастья. Один тип называется образование. Какое образование? Материальное образование, для того, чтобы стать специалистом в какой-то области. И второй тип — это деятельность. То есть два типа усилий на образовании, на деятельность направляют третья категория людей, которые хотят счастья и понимают, что счастье можно достичь только тяжелым трудом. Таким людям, а таких людей большинство на Земле. Именно для этого эта планета для таких людей создана, которые так настроены. Потому что две более старшие категории — это уже те, которые выросли из этих. Мы все такими здесь рождаемся. Мы здесь на Земле все хотим счастья через труд и образование. Для этого наша Земля предназначена. Для такой категории людей Бог дает разлуку и испытание с целью направить их на правильный путь, с целью показать им этот путь. Правильный путь таким людям можно выбрать только через жуткие страдания. И когда человек уже понимает через эти страдания, через жуткие страдания, он понимает, что ему в этой жизни процветание и развитие не светит. Но он думает, ну хоть что-то же, надо мне от этой жизни получить. И в результате он встает на путь самосовершенствованный. Но выбирает это, потому что больше нечем выбирать. Ничего больше не светит. И потом понимает только, что это самый единственный правильный путь. То есть, другими словами, если взять монастырь, то можно там увидеть, что в основном туда пришли люди, которые потерпели поражение в этой жизни. Но есть там и люди, которые не терпели такого поражения. Они осознанно туда пришли. И поэтому у них нет таких жутких испытаний в жизни. И Богом не предусмотрено. А если есть испытания, не проходит это легко. Для них это не является чем-то жутким. Это сильные люди. И поэтому, если человек живет для того, чтобы у деток все было хорошо, чтобы была работа нормальная, зарплата, чтобы была хорошая квартира. Олег Геннадьевич, не пародируйте. Я не против, понимаете. Я не пародирую. Я не насмехаюсь над таким вот мнением. Это все нормально. Это нормально в человеческой жизни. Но просто я вам говорю, что у Бога другие планы. Если вы мне не верите, ну посмотрите на своей жизни, вы увидите, что это так. Если у вас нет более высоких ценностей в жизни, а только эти преобладают в вашей жизни, а это можно понять по тому, чего вы хотите, когда вы ничего не делаете. Вот когда человек ничего не делает, то он что-то делает в это время. И делает его психика, она смотрит в будущее, смотрит в мечту. Если ваша мечта это квартира, машина, хорошая жена или другая жена. Вот. Если ваша мечта никак не связана ни с самосовершенством, ни с Богом, и в свободное от работы время вы не думаете об этих вещах, а думаете о том, как жить еще лучше, то это значит, что Бог вас отучит от этого мышления обязательно, а обязательно уже в этой жизни. И Он принесет такую трудную судьбу в какой-то момент, такую потерю, так тяжело будет, что человек отрезвеет. И в этом, в целом человеческой жизни, чтобы отрезветь. Понимаете, ну не все люди трезвеют, некоторые бунтуют против Бога и скатываются на четвертую категорию. А четвертая категория — это люди, которые не хотят трудиться ради своего счастья. Они хотят счастья просто так. И понимаете, и такие люди, это выпивохи, булёхи и так далее. Даже это могут быть очень развитые люди социально. Могут быть даже богатые люди, понимаете. Но при этом их цель не работа, а наоборот, изделие. Они хотят достичь чего-то для того, чтобы потом ничего не делать. Не получают от Бога таких жутких страданий, потому что они этого недостойны. Они получают от Бога или преждевременную смерть, или деградацию. И только если этот человек вот этой категории, который хочет гулять, выпивать и насиловать других ради собственного удовольствия, если этот человек только опомнится через какие-то процессы, он почувствует свою гибель преждевременную или еще что-то, тогда в этом случае Бог обязательно ему даст страдания для того, чтобы он созрел как личность. То есть он такой человек переходит в третью категорию. Он начинает жить как все, трудиться, работать ради собственного счастья, а не пытаться быть лучше других, понимаете. Другими словами, разлука и потери, и страдания тяжелые, когда человек перед плитой жизни встает, всегда в человеческой жизни возникают только по одной причине. Потому что он живет неправильно, больше никакой причины нет. Потому что когда человек живет правильно, никакая разлука не может ему принести страдания, разрушающие его как личность. Никакое испытание не является для него страданием, разрушающим его как личность. Потому что если у человека правильная направленность, ничто и никогда не может разрушить его, потому что источник его энергии бесконечен. Правильная направленность у человека — это Бог. Откуда берутся страдания? Страдания берутся от того, что у тебя нет сил что-то победить в этом мире. Люди не знают, что судьба — это энергия, а победа — это тоже энергия. Вот если у тебя есть силы победить, допустим, болезнь, значит, ты ее побеждаешь, становишься здоровым. То есть нужна энергия какая-то для победы над болезнью. Эта энергия идет от Бога, в скобках от природы. Если человек знает об этом, он идет на природу и побеждает болезнь с помощью аскезы на природе. Но если человек не знает, он будет мучиться и болеть. Понимаете, другими словами, если у человека направленность правильная, он постигает истину, он постигает, как устроен этот мир, источник его энергии настолько сильный, что он побеждает любое препятствие, и стресса не возникает, ломки не возникают. Препятствия у всех людей есть в этом мире. Но даже если человека покидает близкий человек, наступает разлука, а у него правильно выбрана цель жизни, то эта разлука не ломает его, потому что ему хватает энергии, чтобы с ней справиться. А если энергии не хватает, ты как бы разрушен в жизни, значит, направленность твоей жизни неправильная. И вы скажете, ну как же неправильно, я уже молюсь, там в церковь хожу. Понимаете, даже это не означает, что у вас правильная направленность. Правильная направленность означает знание, которое живет в сердце человека. Часто люди хотят счастья личного, хотят семьи, хотят детей, хотят богатства. И ради этого ходят в храмы. Но это правильное мышление. Но это не дает основания избежать разлуки и потери. Понимаете, потому что избегает разлуки и потери только тот, кто уже приобрел самое главное в этой жизни. И все разлуки и потери нужны именно для того, чтобы мы это приобрели. Как только человек самое главное приобретает, ничто его не сломает, потому что не хватает сил победить все, что угодно. Надо понять это. И если вас сломает что-то, и у вас не хватает сил победить, это значит, что ваша направленность в жизни неправильная. И Бог вас будет мучить до тех пор, пока вы не направите себя в своем сердце правильно. А этот процесс очень глубокий, болезненный. И даже если вы считаете, что вы правильно направлены, это не факт, что вы правильно направлены. Когда человек правильно направлен, единственным критерием является только одна вещь. Когда приходят испытания, человек может его победить. Потому что у него есть для этого силы. Больше нет никакого критерия. Поэтому жизнь сама проверяет, насколько я правильно направлен. Даже очень высокие люди могут страдать из-за того, что их направленность недостаточно правильная. Бог может испытывать человека только с одной целью, чтобы перевести его на качественно другой уровень существования. Других целей нет. Поверьте мне, других целей нет. Даже если человек на коляске находится. То есть Бог лишил его навсегда, как на эту жизнь, лишил его, ну как бы, полноценного тела физического. Есть только одна причина. Это нужно для его принципиального скачка, его сознания, принципиального скачка, на который он способен. Понимаете, если Бог у человека отнимает нормальное функционирование тела, это значит, что это человек особенный. Он способен сделать такой скачок души, который даст ему возможность, несмотря на то, что он в таком теле находится, быть абсолютно счастливым. Это значит, что у него такая способность есть. Иначе Богу зачем давать такое тело человеку? Какой смысл? Что он садится, что ли? Что он хочет над нами поиздеваться? Нет, у него более высокие цели. Он хочет человека поднять выше, чем тот даже сам может себе представить. Поэтому Иисус Христос и молился перед тем, что произошло. Он говорит, неужели это мой крест такой тяжелый? Неужели я могу это вынести? Неужели я могу справиться с этим? Он молился. И Бог ему сказал, да, именно ты и справишься с этим. Больше никто не справится, кроме тебя. Именно ты нужен людям для того, чтобы воскресить их всех. Своей силой душевной. И мы не можем равняться с такой Личностью. И поэтому Бог нам и не дает такой крест, как Ему. Каждый Бог дает столько, сколько Он может унести. Это первое правило, которое надо запомнить. Потому что когда человек думает, что ему дали больше, то он ломает всю свою жизнь. Каждому человеку Бог дает столько, сколько Он может унести. Ни капли больше. И это дается для того, чтобы качественно поменялась жизнь человека. Нет другой причины, почему Бог это дает. Нет другой причины. И если сейчас мне еще плохо, значит кардинальные перемены в моем сердце еще не наступили. Вы тогда скажете, а что мне делать, чтобы наступили? Ответ очень простой. Нужно совершать аскезы. Три типа аскезы. Первый тип аскез называется контакт с природой, движение на природе. Нужно больше двигаться на природе, для того, чтобы получить у них силы жить. Вам не хватает силы природы. Ваше здоровье страдает от ситуации, в которой Вы сейчас находите. Нужно больше двигаться на природе. А если Вам холодно сейчас на природе, тогда двигайтесь в спортзале. Потом выходить на природу, Вы получите ее энергию. Если человек двигается с радостью, с любовью для всех, то выходя на улицу, он потом получает от природы. То есть природа заходит в него. Энергия нужна для жизни, заходит в него. То есть когда человеку плохо, он находится в стрессе, ему тяжело. Первое, что он должен сделать, он должен поддерживать свое здоровье. И для поддержания здоровья существует несколько правил. Первое правило. Запомните, здоровье приходит только от природы. И первое, что там надо на природе делать, это двигаться. Когда у тебя достаточно силы, ты уже от природы получил много силы, ты следующее правило наладь свое питание. питаешься только тем, что дает силу. Тот, что отнимает силу, не ешь. Мясо отнимает силу. Не ешь эту пищу, она отнимает силу, не дает. Мы говорим о душевных силах, не говорим о физических. Легкая пища должна быть, возвышающая человека, облегчающая его жизнь. Рыба не дает силу. Овощи, фрукты, молочные продукты дают силу. Радость. Молоко дает спокойствие. Сыр дает мышечную силу. Творог дает силу нервной системе. Сметану дает силу пищеварения. Сливки дают гормональную силу человеку. Гормональные функции начинают работать нормально. Кефир дает тонус на эрбю нервной системе. Все продукты молочные дают силу. Овощи дают спокойствие. Они успокаивают человека, расслабляют. Которые растут над землей. Корнеплоды, наоборот, дают силу для жизни. То есть, они активизируют жизненную силу. Дают возможность иммунитета, чтобы работал хорошо пищеварение. У мужчин бесплодие лечатся корнеплодами. У женщин корнеплоды дают возможность не болеть. Листья лечат все воспалительные процессы. Зеленая пища – это пища для здоровья. Если человек болен, надо есть больше зелени, тушеной и свежей. Когда он становится сильным, победен и болезнен, потому что зелень уравновешивает все виды энергии в организме. Чем больше зелени, тем больше здоровья. Яйца задорно сказал. Это не пища, это аборт курицы. Мои хорошие, вы пришли туда не к тому человеку, который что-то может запретить. Вам все можно. Я вам рассказываю, что дает. Допустим, если вы плаценту идите, что это вам дает? Ну, что это вам дает? Кто спросил про это? Плаценту идите, что вам дает? Правильно? Да, это сквернение, правда? Да. Вы клятся это то же самое. Ну, только вы этого не знаете. Вы не понимаете это. Это более глубоко. Когда человек что-то кушает, он не понимает, что это дает. Когда перестает понимать. Ну, полгода надо где-то, чтобы человек начал понимать, если он что-то не кушает. Фрукты дают человек оптимизм, жизнерадостность. Повышают его энергию, лечат депрессию. Возвышают психику, делают ее счастливой, радостной. Они связаны с солнцем. Зерновая пища дает силу мышления, дает энергию, воспособность много трудиться, умственная труда совершать. Зерновая пища. Мед дает человеку оптимизм. Ягоды снимают напряжение, расслабляют человека. Овощи расслабляют, делают, дают покой. А ягоды дают снижение усталости во время работы. И очищают организм от токсинов. Все Богом продумано в этом мире. Все имеет свой глубокий смысл. Но надо его пытаться понять. Если человек ест все подряд, говорит, а современная наука считает, что мясо это самое полезное в пище. Ну и ешьте тогда мясо. На чем вы основываете свое знание, то и ешьте. Если вы считаете, что пища это белки, жиры, углеводы, на этом основана современная наука, то эта платформа мышления называется телесная концепция жизни. Люди, которые находятся на этой концепции, они считают, что мы живем один раз, тело состоит из материи. Материя погибает, жизни нет. Вселенная создана из большого взрыва. Бога нет. Единственная возможность понять истину — это эксперимент. Я вам рассказываю позицию мышления, которая называется телесная концепция жизни. Когда сознание соединено с телом, человек считает, что пища — это белки, жиры и углеводы, а в мясе их больше всего, поэтому надо есть мясо. Есть более высокая концепция жизни, которая называется хроническое мышление. То есть люди понимают, что есть энергетическая пища, которая дает человеку энергию, хорошую энергию, а есть, которая дает плохую. Эмяться дают плохую энергию, хоть там все белки, жиры и углеводы есть. Энергетическое мышление выше, чем телесное. Люди на энергетическом мышлении, они как бы стремятся к спорту, здоровому образу жизни, они учатся питаться вегетарианской пищей. Они хотят функционировать нормально, здоровыми быть, жизнерадостными, счастливыми. Они чувствуют это, что мясо и газ, и они его не едят. Более высокая платформа жизни. А есть еще более платформа высокая. Потому что люди с планической концепцией не знают, что в пище есть энергия любви еще, то есть качество характера. В некоторой пище меньше хорошего характера, в некоторой больше. И люди, которые знают, на этой платформе стоят, они уже изучают, в какой характер, в какой пище и дальше они кушают то, что имеет хороший характер, и не кушают то, что плохое. Поэтому здесь противоречие. Допустим, в яйцах много белков, жиров и углеводов. Я это ем. Но человек с более высокой концепцией говорит, что эта пища, она сперняет. Она идет из нижних центров. Все, что идет из нижних центров, все сперняет. Поэтому ее не надо есть. Она дает белки, жиры, углевод, но это не приведет к улучшению характера. Но человек важнее характер, потому что именно характер управляет здоровьем, а не нервная система управляет психикой, а психика управляет нервной системой. Поэтому такой человек понимает, что если у него характер будет плохой, то и здоровья не будет. Если у тебя нет доброты, сердце страдает. Если ты с отвращением находишься, относишься к людям, поджелудочность страдает. Если ты гневаешься печенью, если ты суетишься желудок, если у тебя нет возможности справедливо склонировать свою жизнь, то позвоночник. Если ты в отчаянии, то суставы. Если ты не умеешь отдыхать, то башка. И так далее. И человек начинает думать, мне нужно такую энергию есть, чтобы я был здоровым. Я не хочу есть то, чтобы не осгорнять. Но если человек думает при этом, но ведь белки, жиры, углеводы важны, тогда он все равно будет есть то, что имеет белки, жиры, углеводы. Потому что концепцию существования не просто поменять. Это сознание должно развиться для этого понимания. Я в Толстой говорил, вегетарианство это не питание, это мышление. Это восприятие мира. Есть еще более высокая концепция. Да, человек понимает, что пища это то, что готовится с любовью. А самая высшая любовь, это любовь к Богу. Поэтому, когда готовишь пищу, надо молиться. И тогда пища становится освященной. Это самая лучшая пища. Потому что она разрушает плохую судьбу, такая пища. И так человек начинает есть такую пищу. Он уже не освященную не ест в этом случае. Это еще более высокая концепция. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, все, я поняла, у меня самая высокая концепция. Приходите домой, муж говорит, он в уморах падает. Почему? Потому что кроме концепции жизни есть еще судьба. Бог говорил, ты жила так, сразу по-другому. Я тебе не дам. Я тебя еще испытаю твоими родственниками. Ты не сможешь быстро к чистой жизни прийти. Потругись. Стань смиренной. Делай так, чтобы все приняли тебя. Если ты все поняла больше. Не все так просто. Так, вы скажете, я нахожусь в разлуке, в потере, у меня стресс. Что мне делать? Как мне выкарабкаться из него? Да, конечно же, на природу. Конечно же, бег. Конечно же, зарядка, гимнастика, птички. Радоваться лесу, желать всем счастья. Конечно же, это вам даст силы для того, чтобы побеждать судьбу. Но победа над судьбой придет, когда ваша концепция жизни поменяется, а это не дешевая вещь. Только когда вы поймете в сердце, что Бог для вас самое главное, тогда злая судьба отступит. Если вы сдаете именно этот экзамен, который называется «Разлука, потери и безысходность». И такой экзамен Бог человеку в жизни дает только один раз. Потому что когда один раз человек сдал этот экзамен, уже дальше потери, разлуки и безысходности он не почувствует, даже если у него будут потери и разлука. Человек будет разлучен, но не попран судьбой, потому что он свой экзамен сдал. У него хватит энергии и сил, чтобы не просто победить себя, а также помочь тем, с кем он разлучен. А если не издастся? А? А если не издастся? Как не так? Не издастся. Не издастся? Ну, значит, будет страдать, мучиться. У человека, который не сдал экзамен, есть только одна дорога вниз. Для женщин это депрессия, для мужчин это водка, гулёж, слабоволие, безысходность. Ну, то есть, другими словами, человек погружается в эту песню, которая называется «Разлука, потери и поражение». Ну, как бы, самая последняя стадия не сдачи экзамена — это самоубийство. Самая последняя стадия. Фактически всегда, когда человек не сдаёт экзамен судьбы, он всегда убивает себя. Ну, что эти люди делают? Они выпивают это самоубийство, медленно. Гулять начинают, разрушают свою жизнь, бросают работу, валят куда-то там, непонятно жить, в какое-то место. В Чунда-Чанге. Где-то круглый год. Вот. Ну, то есть, ну, то есть, они как бы всё рушат и думают, что где-то будет лучше, чем здесь. То есть, они бегут от своей жизни. Такие люди. Бегут куда? К смерти. От жизни куда можно убежать? Только к смерти. Ну, и они бегут к этой смерти. Понимаете? Не нашёл выхода. Не нашёл энергии, которая лечит. Не нашёл Бога. Не нашёл храма. Не нашёл молитвы. Не нашёл святости. Не нашёл чистоты. Не нашёл святых мест. Не нашёл святой чистой воды. Не нашёл крещения. Не нашёл своей веры. Значит, душой будешь старить, пока не найдёшь. И даже если ты рождаешься в следующей жизни и не хочешь искать, опять выход такой. Ты собьёшься просто. И так до бесконечности, пока ты не захочешь найти. Потому что есть два варианта людей. Одни хотят найти, одни верят, что выход есть, а другие нет. Пока человек не поверит, он будет деградировать. Поэтому есть только один выход. Это восстать духом. Воспрять. Перестать страдать и мучиться. Надо начать молитву. Настроиться на то, что побеждает, а не на то, что разрушает тебя. И начинается всё просто с движения. Понимаете? Потому что движение — это жизнь. У меня есть одна пациентка. У неё тяжелейшее заболевание, которое приковало её в постели. Она не может сама ходить. Но она может как-то двигаться. И она много лет у меня лечилась. И так, и сяк, и ничего не помогает. Я ей говорю, надо двигаться. И она это поняла. И сейчас она начала просто на тех тренажёрах, которые, возможно, начала двигаться, двигаться. Она двигается, двигается. Когда силы кончаются, она падает и лежит просто. Здоровье становится лучше и лучше. Я знаю точно, что она двигается. Потому что она поняла, что если ты хочешь здоровое тело иметь, то ты должен сначала научиться длительно двигаться, потом должен научиться правильно питаться или вообще не есть, то есть научиться посту. И третье, ты должен потом, после этого всего, научиться неподвижному положению тела. научиться двигаться или научиться не двигаться. Три вещи, которые дают человеку здоровье. Три аскезы. Понимаете? И теперь, если вы меня спросите, а почему, Олег Геннадьевич, я не хочу двигаться? Ну почему я не бегаю до сих пор? Почему я не хожу в спортзал? И ответ очень простой на этот вопрос. И вы знаете, что Олег Геннадьевич суровый человек. И несмотря на это, пришли на лепцию. Поэтому я вам этот простой ответ вам говорю. Потому что вы не хотите жить, поэтому вы не двигаетесь до сих пор. Потому что если вы хотите жить и долго жить, единственный способ это движение. Когда человек не хочет бегать, не хочет зарядку делать, значит, он не хочет быть здоровым. Он не хочет жить без жизни. Или его заставит это сделать. Или сломает одну из двух. И все равно выход только один, даже если ты не разогнулся по движению. Не лежать больше, как врачи говорят некоторые. теперь как-то у тебя уже нельзя двигаться. У тебя уже, ты не разогнулся уже. Перебежи. Помирай. Нет. Выгод только один, это опять двигаться, но только помедленнее уже. Что быстро ты уже не сможешь. Но все равно долгое движение, долгое движение дает человеку силы жить. И все восстанавливается, если тебе говорят, ну у меня поясница уже грыжа. Не волнуйтесь, она пройдет. Он начнет двигаться, пройдет. Длительное, спокойное движение, с радостью лечить, все, что хочешь. Все у нас регенерируется, восстанавливается в организме. У нас организм, это не как машина, там колодки протерлись, все надо менять. Не надо так мыслить, понимаете, что у меня суставы протерлись, надо менять, тогда бегать будут. Нет, начните двигаться и суставы восстановятся. Это моя вам грань. Но сначала они будут ныть, болеть. Значит лечиться. Не бойтесь этого. Не острая боль, а нытье организм. Ну и значит лечить. Время бегания будет ныть. Ныть будет потом, когда вы прибежали. Значит тут идет лечение. Продолжение следует...